Добрый день. В прям эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Лето бежит, время бежит, уже август на дворе, и прошло уже больше месяца с того момента, как в России был введен новый такой режим для предпринимателей, для тех, кто работал нелегально, будем называть вещи своими именами, но, тем не менее, эти люди теперь получили возможность легализоваться, получить статус самозанятых. Большой шаг, я считаю, сделал наше государство, я считаю, помогло этим людям получить этот статус, получить возможность работать честно, открыто уже рекламировать себя, не бояться, что к тебе кто-то придет, что приедет из налоговой, посчитает твои торты, которые тайком пек, и так далее, и там подобное. И уже можно подвести какие-то итоги, кто получил этот статус, много ли таких земляков в нашей Тверской губернии. Об этом мы сегодня поговорим. Если вы сами самозаняты, если вы что-то делаете на дому или не на дому, неважно, в гараже, может быть, что-то паяете, точите и так далее, звоните в телефону 3190, высказывайте свое мнение, что вы думаете об этом статусе, насколько его легко получить, получили ли вы его, или, может быть, наоборот, сомневаетесь, и у вас есть то прямая возможность напрямую спросить у людей, кто получил статус, а также у того, кто это все координирует, в том числе, а это не только налоговая инспекция в нашем регионе. Хочу представить гостей нашей программы. Это Михаил Окороков, координатор проекта «Мой бизнес» в Тверской области. Добрый день. Это Мария Гривцова, предприниматель. Здравствуйте. И ее коллега Алексей Толстокорый. Здравствуйте. Добрый день. Телефон нашей студии 3190. Звоните, задавайте вопросы, не молчите, господа предприниматели, или, может быть, клиенты этих предпринимателей, которые работают на дому, или, еще раз говорю, где-то, может быть, в гараже, или еще где угодно. Тем не менее, люди делают бизнес, получают какую-то прибыль, занимаются. Самое главное, плюс всех этих людей, что они не просят государству ничего. Они сами обеспечивают свою занятость, они сами кормят свою семью. Поэтому и государство сделало, считаю, важный шаг, чтобы как раз не мешать им, а помочь. Господа, итак, Михаил, вот первый вопрос, начнем все-таки с тебя. Скажи, есть какие-то данные, много ли жителей нашего региона, вот за этот уже месяц хвостиком, получили такой статус? Да, у нас в Тверской области на данный момент зарегистрировалось и действует чуть-чуть меньше полутора тысяч самозанятых граждан с субъектов налога на профессиональный доход. Я обращаю внимание, что это только действующие, потому что, ну, наверное, еще треть от этого числа пришли потестировать систему. Они зарегистрировались в качестве самозанятого и прекратили регистрацию. Просто для того, чтобы попробовать, если у них пойдет бизнес, как это сделать быстро и несложно. Соответственно, мы сейчас говорим только про тех, кто зарегистрировался и в этом статусе остался. По памяти, по-моему, 1448, ну, в общем, чуть-чуть меньше полутора тысяч. И в целом это, в общем, вполне вписывается в наш прогноз, который мы строили, исходя из экстраполяции данных пилотных регионов. Было у нас четыре региона в Российской Федерации, где данный специальный налоговый режим обкатывался. И вот экстраполируя их данные, мы пришли к тому, что к итогам первого года реализации данного специального налогового режима на территории Тверской области, то есть к первому июлю 2021 года, у нас расчетно должно быть чуть-чуть меньше десяти тысяч. Соответственно, понятно, что сейчас многие ждали данного налогового режима и коллеги зарегистрировались в качестве самозанятых. Это только подтверждает данную точку зрения. И, наверное, месяц-два у нас будут цифры, опережающие данный график, а дальше уже от нас с вами, Роман, зависит, насколько данный план будет выполнен, насколько данная тема и преимущества данного специального налогового режима будут в фокусе внимания и средств массовой информации, и нас, как государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Ну и, соответственно, насколько граждане будут в курсе всех прелестей данного специального налогового режима. А вот вы экстраполируете данные на наши регионы, с других регионов поступающие, соответственно, а интересуетесь вообще, как по всей стране в том числе идет, опять-таки, мы впереди, позади или в серединке? Мы чуть лучше, чем в среднем по России двигаемся по внедрению данного специального налогового режима. Здесь я вновь и вас хочу поблагодарить за то, что уделяете большое внимание данной тематике. Ну и действительно у нас, в общем, поставлена система информирования граждан обо всех начинаниях. И вот данный специальный налоговый режим – это не какой-то новый налог. Да, что важно. Это замена другим налогом. Другие налоги, они, как правило, однозначно совершенно больше. В случае регистрации в качестве самозанятого все налоги – это 4% от сделок с физическими лицами и 6% от всех сделок с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Причем и регистрация осуществляется через мобильное приложение, через сайт. И все операции регистрируются там же. Нет необходимости приобретать компьютерно-кассовую технику, нет необходимости сдавать бумажные отчеты. Что многих раньше останавливало. Нет необходимости вообще как-то вступать в очный контакт с государством и Федеральной налоговой службой. Вся коммуникация осуществляется исключительно через мобильное приложение, либо через сайт. И, кроме того, предоставляется, во-первых, значительный налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Ну и нет худа без добра в 2020 году вследствие известных событий. Самозанятым предоставлен так называемый налоговый капитал в размере минимального размера оплаты труда, который может быть направлен полностью на выплату налогов. Соответственно, при небольшом обороте, даже я бы сказал при среднем обороте, в 2020 году наши уважаемые самозанятые налогов заплатить не должны. Но я желаю, чтобы оборот был максимальный, в 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. И, соответственно, здесь уже суммы налогового капитала не хватит для того, чтобы полностью покрыть. Но все равно, на мой взгляд, достаточно приятная история. Далеко не все преимущества, но я думаю, что мы еще поговорим об этом с коллегами. Потому что одно дело, наше представление о том, как это работает, хотя я тоже самозанятый у нас. Вы самозанятый? Нет. Роман? Ну, я думаю, что... Учредить свой телеканал, собственно, да? Ну, почему? Вы можете, в общем, что-то делать руками, рисовать картин, как творческий человек. Соответственно, здесь у нас как минимум три самозанятых. Я вот как самозанятый, с свою точку зрения о том, как эта система работает, имею. Но нам очень важно понять вашу позицию. Мария, давайте начнем с прекрасной дамы. И как у вас, во-первых, расскажите о себе, чем занимаетесь? Я занимаюсь маникюром и педикюром. То есть мастер ногтевого сервиса. Давно ждала, когда придут уже самозанятые в наш регион. Давно ждали? Пятый год. Хотела быть самозанятой, но так как очень долго до нас шло, приходилось работать в темную. А почему ИП не завели себе и так далее? Потому что я не очень хорошо разбираюсь в налогах, в бухгалтерии. И, в принципе, мне было это сложно, скажем так. А здесь все удобно, что фиксированный налог, плюс налоговые вычеты хорошие получились. Как у вас все прошло? Вы узнали про это, что можно, да, с 1 июля быстро зарегистрировались и так далее? Да, зарегистрировалась. Я, правда, зарегистрировалась через две недели. Ну, неужели. Но, да, зарегистрировалась быстро через Сбербанк Онлайн. То есть там буквально пару кнопок и смс-ку о том, что я стала самозанятой, даже долго ждать не пришлось. Пришла практически сразу. То есть вы довольны, как все прошло? Да, я довольна. Мне нравится. Алексей, расскажите, вы чем занимаетесь? Я занимаюсь народными ремеслами. Я делаю мелкую пластику из стекла. Лэмпворк называется. Занимаюсь этим давно. Это не является моим основным родом деятельности. Это побочность. По основной специальности я тренер детской секции по фехтованию. Учу детей фехтовать в нескольких районах города Твери. И у меня есть основную, грубо говоря, у меня трудовая лежит в досуговом центре. А так как я занимаюсь довольно интересным хобби, я периодически езжу с ним на мастер-классы. И для меня режим самозанятого был нужен, потому что в последнее время музеи, всевозможные выставки, и при привлечении сторонних специалистов для проведения мастер-классов, им удобнее работать с ИП. С легально действующим человеком. И так как я им не являлся, я тоже ждал ввода режима самозанятых. И за два клика, за четыре клика, там все привязано ко всем сервисам. Даже ничего заполнить мне, по-моему, не пришлось. Я ввел пароль от госуслуг, и все автоматически заполнилось. Я там в два клика стал ИП. Спасибо вам, мне показали, мои коллеги. Сейчас в два клика они выйдут рекламу. Не переключаясь, дорогие телезрители, несколько минут рекламы. Мы говорим сегодня о самозанятых, насколько им легко получить этот статус. Телефон 3190, звоните нам буквально через три минуты, пока в два клика. Сейчас мои коллеги уйдут рекламный блок. Итак, мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о самозанятых, уже будет шаг месяца, наших все жителей всей страны. Мы в контексте нашего Тверского региона говорим о Тверской области. Те, кто дома что-то или не дома делают, имеют право и возможность легализоваться и работать теперь уже в чистую, в белую. Скажите, вообще, ребят, вот насколько это было нужно? Вот вы работаете, вы занимаетесь вообще. Насколько вот ваши коллеги, вы ждали этого? Ну, я, прошу прощения, скажу так. После того, как сказали, что участие на том же самом, допустим, дне города, нужно быть ИП. Все. Если ты не ИП, уезжать туда не попадаешь. Довольно много мастеров, которые делают всяких куколок, там еще что-то, что-то руками, но при этом не являются ИП. У них есть какой-то основной вид деятельности. И для них это скорее как хобби или подработка, но все-таки, которая приносит им хоть сколько-то денег. Для этих людей режим самозанятого подходит лучше всего, конечно. Нет никаких отчислений, никому не надо ничего платить. Ну, то есть для государства это есть, а что ты занесешь в продаже, это уже то, что ты занесешь в продаже. Ну, а мне выгодно в том, что у меня это основной доход, и теперь он будет зарегистрированным. В случае необходимости смогут взять ипотеку или кредит. Да, все верно. Дело в том, что непосредственно в мобильном приложении нужно получить справку о том, что ты зарегистрировал в качестве самозанятого. Во-первых. И во-вторых, официально подтвердить те доходы, которые задекларированы через мобильное приложение. Но у нас с вами с начала передачи звучит история насчет того, что легализоваться людям, которые занимаются предпринимательской деятельностью в темную, так сказать. Есть еще вторая сторона медали, и для кого это выгодно? Это уже зарегистрированы индивидуальные предприниматели на общей либо упрощенной системе налогообложения, которые отвечают критериям так называемых самозанятых и могут перейти с текущего налогового режима на налог на профессиональный доход. В этом случае, соответственно, объемы налоговых платежей значительно сократятся. И, кроме того, даже для тех предпринимателей, которые находятся сейчас на ЕНВД, которые прекращают свою работу с 1 января 2021 года, это вполне себе неплохая альтернатива для текущего налогового режима, поскольку, опять-таки, упрощается взаимодействие и, самое главное, снижаются налоговые платежи. И я уже неоднократно говорил, и, по-моему, в этой студии тоже говорил, что для государства эта история не про деньги. Смысл введения данного специального налогового режима не в том, чтобы получать значительные налоговые поступления. Я думаю, что примерно башь на башь и выйдет, с учетом того, что... Когда, Михаил, только что прозвучало, что уменьшение налогоплатежей, соответственно, государство будет получать меньше денег. Вот, соответственно, с тех граждан, которые зарегистрировались и впервые официально показали себя налогоплательщиками, начнут поступать какие-то налоговые платежи, но за счет миграции части индивидуальных предпринимателей из других налоговых режимов с более высокими ставками, соответственно, сумма эта будет уменьшаться, и значительной в масштабах государства она не будет. Смысл введения специального налогового режима заключается в том, чтобы сделать бизнес введения предпринимательской деятельности даже на микроуровне цивилизованном и правовым. Мария несколько лет занимается ногтевым сервисом. Наверняка возникали какие-то конфликтные ситуации, когда... Без этого, к сожалению, не бывает. Надеюсь, что у вас чаша сия миновала. Но все же бывают ситуации, когда возникают претензии друг к другу, и когда нет никакого договора, а когда налоги не платятся люди, понятное дело, стараются договора не заключать, остается решать вопрос, что называется, по понятиям. И здесь никто не защищен, ни сам предприниматель, ни его клиенты. И, кстати, даже те же люди, которые сдают квартиры в аренду, они тоже могут быть субъектами налога на профессиональный доход. И, соответственно, точно так же смогут заключать договора со своими квартирантами. И вот за счет введения данного налогового режима, за счет массовой регистрации людей в качестве самозанятых, получится ввести вот эту нишу микробизнеса в цивилизованное правовое русло. Мне кажется, в этом основной смысл. Так что всем нам выгодно. Мария, правда, у вас были какие-то конфликтные проблемы, когда вы говорили, что была бы я легально самозанят, такого бы не было. Вот вы пять лет, говорите, уже работаете в этой сфере. Были какие-то аспекты, что у вас не устраивало в вашем предыдущем статусе? Вы сидите, вы пилите ногти, всем проблемам, казалось, приходят люди платят деньги. Ну, я так сходу не отвечу вам сейчас. У меня вот совсем недавно была ситуация. Я кроме стекла занимаюсь, много чего делаю руками, в том числе шью обувь из кожи для реконструкторов. Сейчас делаю большую партию обуви товарищам в другой город. Если бы заключили с ними договор, я бы прям очень много проблем избежал. А какие? Расскажите. Ну, в частности, при заключении договора указываются даты, сроки, время предоплаты, какие-то форс-мажорные обстоятельства. Ну, а так получилось, что так как были устные договоренности с одним, с другим, с третьим. И вроде как я работал с юридическим лицом, а так вот с одним, вторым, третьим. И в итоге вот нас часть заказа убрали, мы там до конца оплату не получили за выполненную работу. Мы отправляли в другой город обувь. И сейчас я сижу там, не знаю, пришлют мне остаток денег или не пришлют. А так был бы договор на руках и не было бы этой проблемы. А в этом плане все просто попроще. Поэтому таких ситуаций, по минимуму даже, если мне вспомнить нечего. То есть, как сказал Михаил, миновал у вас чашка, допустим, там сделали ногти, клиентка завтра звонит, у меня все отвалилось, безобразие, верните деньги и так далее и тому подобное. Такого не было. Молодцы, хороший мастер. Да, хороший мастер. Но помимо взаимоотношений с клиентами, есть еще одна сторона, есть еще и государство. И мы не должны с вами забывать о том, уважаемые телезрители, что, собственно, неоплата налогов, работа в черную, введение незаконной предпринимательской деятельности, это правонарушение, которое влечет целый комплекс последствий, как прежде всего финансового характера, в случае, если эта деятельность не носит какого-то гигантского системного характера. Но в любом случае может быть доначислен подоходный налог, а подоходный налог это уже не 4%, а 13%. Потом будет доначислено пение за несвоевременную оплату, будут доначислены штрафы, и, соответственно, предпринимательская деятельность превращается в устные договоренности с клиентами, и в игру в прятки с государством, ну, в общем, выиграть-то в эту игру, откровенно говоря, нельзя. И, соответственно, вот в данном случае данный специальный налоговый режим для тех людей, которые уже давно ведут предпринимательскую деятельность, это действительно способ легализоваться. Для тех, кто только думал начать свой бизнес, но боялся глубоко разбираться в бухгалтерии, в отчетности, во всех этих делах, соответственно, это стимул, собственно, зарегистрироваться и начать эту самую предпринимательскую деятельность. А для тех, кто зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и работает на УСН, ЕНВД, на общей системе налогового вложения, но при этом подпадает под требования к самозанятым, это гарантированный способ значительно уменьшить налоговую нагрузку. Алексей, скажите, вот как раз тоже Михаил говорит, что когда работаешь в темную, то, соответственно, это правонарушение. Известны эти истории, публикуемые моим коллегами в СМИ, когда там девушка торта пекла, ее там царап загребли и так далее. Вы вообще работали, у вас были такие мыслишки, а вот как бы вы сейчас не пришла в налоговую, не сказала? Ну, вообще, мысль основная, что не налоговая придет, а у нас довольно большое количество платежей проходит через интернет, в банке, и я все жду, когда государство начнет спрашивать, откуда у вас эти деньги. Вы, условно, нигде не работаете, а деньги на счет у вас поступают, откуда. И отмыть деньги, ну, вот через, будем называть их своими именами, очень, ну, гораздо проще. Ты заплатил 4%, вот у тебя отмылись деньги. Все, они-то чисто и перед государством. С этой точки зрения очень удобно. А сейчас еще первые, пока действуют налоговые льготы, еще больше можно. Еще меньше ты плачешь. Поэтому в целом... Ну, кто ничего не платит, пока не исчерпается вот этот... Да, поэтому, безусловно. А были у вас знакомые, кто, неважно, каким бизнесом занимается, этим же там реконструкторской сфере, нет? Кому действительно пришли и... Нет, нет. И сказали, где деньги, Зин? Только истории из интернета и телевидения. Больше, вот, в реальности не сталкивался с этим. Может, это все страшилки стоило? Может быть, ну, проще же... Ну, то есть, я готов поделиться с государством, чтобы оно не имело ко мне... Я зарабатываю деньги, я готов поделиться с налоги. Платить налоги – это нормально. Похвальнее слово, да? Я полностью согласен. Из уст русского человека. Тут вопрос даже не в том, как деньги отмыть. Действительно, любая предпринимательская деятельность, она влечет получение дохода, соответственно, по нашему законодательству, влечет уплату налогов. И это действительно самый простой, самый дешевый способ эти самые налоги внести. И лучше здесь придумать что-то будет сложно. А кроме того, вот вы говорите о том, что, может быть, это страшилки, может быть, что-то. Коллеги сами говорят о том, что большая часть платежей уже осуществляется безналичными платежами. Следы остаются всюду и везде. Они очевидны всюду и везде. Здесь я высказываю свою личную точку зрения, как физического лица. Государство не реагировало на вот такие небольшие операции с целью не удушить тот самый малый бизнес, микробизнес, который люди же берут сами на себя ответственность за свою жизнь, за свои доходы и предпринимать к ним какие-то репрессивные действия в ситуации, когда нет подходящего налогового режима, ну, по меньшей мере, наверное, неразумно. А сейчас, когда данный специальный налоговый режим появился, когда мы с вами совместными усилиями информацию о нем донесем до граждан, и люди будут знать о том, что есть фактически бесплатная, беспроблемная система коммуникации с государством, вот те, кто скажут, нет, я останусь в тени, все равно, ни копейки, никому, ни на что, ни на медицину, ни на пенсионное обеспечение, ни на что. Но, коллеги, я думаю, что здесь, собственно говоря, можно будет ожидать того, что деятельность по данному направлению может активизироваться. А вы думаете, то есть, государство все-таки какое-то время подождет, подождет, даст всем, кто хочет легализоваться, а потом все-таки начнет шерстить? И, коллеги, я не берусь предсказывать, я просто представляю себе логику, но, опять-таки, почему Мария в качестве законопослушного предпринимателя сейчас должна вести конкуренцию с теми, кто налоги не платит, да, это несправедливо к ней, как к предпринимателю. И? Ну, и, соответственно, Мария должна снять трубку телефона. Нет, Мария ничего не должна. Хочу донести, что в квартире номер 153, да, конкурентка пилит ногти и не платит налоги. Бывали такие случаи. Да? Когда звонят соседи, звонят именно конкуренты и жалуются. То есть, было, да, все-таки такой недобросою, скажем так, конкуренция? Да. Ну, не со мной. Ну, понятно, как-то в этом и нашем районе. А кроме того, я вот еще одну вещь хотел бы сказать, что есть еще один плюс в регистрации в качестве самозанятого, это приравнивание человека к субъекту малого и среднего предпринимательства, а значит, доступность мер государственной поддержки, например, вот то, что мы делаем в центре «Мой бизнес», будет доступно также и самозанятым гражданам. Расскажите, Михаил, какие смотрят наши телезрители, в том числе колеблющиеся, неопределившиеся, и интересно будет, какие вот меры поддержки они смогут получить, если что? Ну, в настоящий момент сейчас в рамках национального проекта, с учетом того, что эта история на федеральном масштабе только появляется, конкретный перечень мер государственной поддержки в стадии формирования, часть, ну, со всей очевидностью выпадет, потому что, ну, учитывая ограничения в 2 миллиона 400 тысяч рублей в год в обороте субъекта налога на профессиональный доход, выход на экспорт, ну, наверное, и меры поддержки, связанные с этим, участие в каких-то крупных международных форумах, которые стоят дороже, чем вот все то, что он может заработать. Алексей, закажут обувь-то средневекового крестьянина откуда-то из Эстонии, вот она экспорт. Ну, соответственно, здесь мы будем готовы оказать консультационную поддержку, оказать поддержку в виде микрозаймов, и, в общем, базовые меры государственной поддержки, они будут доступны, ну, и, соответственно, двери центра «Мой бизнес» открыты для всех. А какой еще не мог поддержку получить? Ну, опять-таки, обучение, раз, консультации, обучение всем аспектам предпринимательской деятельности. Давайте поясним, что это не только то, что ты умеешь делать непосредственно. Нет, нет, нет. Учить Алексея работать со стеклом, только портить, это совершенно однозначно. А подсказать ему по вопросам ведения предпринимательской деятельности, по заключению договоров, по организации продаж, ну, возможно, Алексей не откажется. Я ходил на школу предпринимательства, организованную моим бизнесом, в Твери, Алексей вел, который там недельный курс, и там действительно очень интересно. Мы прошли полностью, как создавать бизнес-план, как раскручиваться в соцсетях, какие-то простые, ну, то есть, простые, но очень действенные инструменты работы с бизнесом, как вот, как растить свой бизнес, вот можно получить. Мне понравилось, я многие моменты сейчас использую в работе, там, те же самые социальные сети, как правильно их раскручивать, как вести рекламу. Ну, приходили туда люди из налоговой, подробно рассказывали, как платить налоги. Ну, там, для ИП это больше, но тем не менее. В целом, всем рекомендую, кто пожелает, на ближайший курс записывайтесь. Помимо, собственно, образовательных программ, коих огромное количество, да, есть программы для начинающих предпринимателей, есть для тех, кто действует уже достаточно давно, но помимо непрекращающейся работы по проведению образовательных мероприятий, есть, например, консультации профильных экспертов, да, когда предприниматели юристам, бухгалтерам вынуждены платить за предоставление профильных экспертных консультаций, у нас это можно сделать совершенно бесплатно, причем те же лучшие эксперты в городе будут данные консультации вам предоставлять. Это не будет девочка, сотрудница фронт-офиса центра «Мой бизнес», хотя они тоже грамотные, но все же пусть работают лучшие эксперты в области. Речь может идти о микрозаймах в сумме до 5 миллионов рублей под льготные процентные ставки. Речь может идти про сертификацию и про регистрацию торговых марок. Ну вот выставочные мероприятия пока что, наверное, рано еще для самозанятых. Я имею в виду крупные международные мероприятия, а насчет региональных мероприятий мы еще подумаем. И опять-таки система поддержки предпринимательской инициативы заключается, собственно, в поддержке предпринимательской инициативы. Если коллеги самозанятые к нам придут и скажут, а выньте и положьте нам вот такую меру государственной поддержки. Ведь вынем и положим. Проведем необходимую работу и с региональным, и с федеральным министерством экономического развития, найдем способ поддержать эту самую индивидуальную предпринимательскую инициативу. Так что регистрация в качестве самозанятого, в качестве бонуса приносит еще и возможность использования мероприятий. Ну а кроме того, для самозанятых, в общем, выгодная история, когда нужен периодически все-таки офис, где провести переговоры, где поработать с документами. У нас есть бесплатный каворкинг, у нас есть бесплатные переговорные комнаты, очень недорогой и вкусный кофе. Проспект Победа, 14, ждем у гостей. Алексей, скажите, вот правда, у вас, вы как-то уже прикидываете, что вам вот это даст статусу, действительно, может быть понадобится, может какой-то займ даже получить. Ну вы говорите, ваш бизнес идешь. Очень надеюсь, что процветает, соответственно, процветает, значит, возникает мысль о его расширении, как-то может быть. Я негативно отношусь к кредитам, предпочитаю работать на свои. Замечательно, на самом деле. Сознательность такая отправлена. Поэтому, как бы, пока не знаю, чем мне может еще помочь. Подмастерие, если можно захотеть нанять соответствующий бизнес. А вы в качестве самозанятого нельзя нанимать других сотрудников, это уже ограничение. Можно работать только самому. Но можно привлекать другого самозанятого. Другого самозанятого, да. В режиме кооперации. Но это уже тонкости. Это уже поддержка бизнеса пошла. То есть, по факту, он будет подмастерие, а так он будет как коллега и партнер. Если и будет, то только такой. Мария, а вы тоже, соответственно, насколько вам, может быть, интересна эта помощь, которая оказывается в центре нашей замечательной, которая на проспекте Победы? То есть, те или иные консультации юридические и так далее, может быть? Нет, на самом деле, да. Это нужная вещь по тем же соцсетям продвижения. То есть, поиск клиентов, я так понимаю, тоже там. Конечно. Я люблю такие курсы проходить. И о том, что в Твере у нас есть, я узнала только сейчас. Ну, вот видите, это наша недоработка. Это наша недоработка. Нужно активнее работать. А насчет продвижения в социальных сетях у нас есть совершенно неформальная история, которая, в общем, сама собой запустилась. Это чат предпринимателей в Телеграме. И, соответственно, там уже почти 500 предпринимателей состоит. Они друг в друге находят и поддержку, и, собственно говоря, потребителей собственных услуг и продукции. Так что, в общем, приглашаем. Это совершенно бесплатная история. Пользуйтесь. Михаил, а вообще в целом вы как-то анализируете структуру бизнеса самозанятых? Чем люди в основном занимаются? Ну, пока что рано судить. Нужно еще помимо, собственно, тех, кто зарегистрировался и остался в качестве самозанятого, посмотреть еще, сколько из них провели, собственно говоря, сделки. Потому что регистрация в качестве самозанятого не влечет автоматически начисление какого-то налога. Налог платится только с того зарегистрированного оборота. И мы сможем увидеть, что окей, из полутора тысяч в первый месяц показали, условно, тысячи, я не знаю, сколько на данный момент данные в Управлении Федеральной Налоговой Службы. Кстати, очень хочу похвалить коллег из УФНС. Они переключились из режима фискального органа в режим главного органа по государственной поддержке бизнеса, который координировал работу по предоставлению ключевых субсидий прям совершенно мгновенно и с не меньшей эффективностью, чем в качестве налогового органа. Но сейчас он возвращается к работе, эффективной работе в качестве фискального органа. Мы все, как предприниматели, должны это понимать. И, соответственно, мы должны увидеть, сколько людей, во-первых, в принципе, зарегистрировали сделки, и какого рода сделки они зарегистрировали. Из этого будет понятно, собственно, что именно, какую деятельность они осуществляют. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что это наши уважаемые косметологи и специалисты по ногтевому сервису, которые работают индивидуально. Это экскурсоводы, это, несомненно, репетиторы. Я думаю, что с сентября мы можем ждать целого потока вала регистрации сделок по данному направлению. Это экскурсоводы, свадебные фотографы, индивидуальные переводчики, ну и, несомненно, производители собственной продукции. Но вот здесь мы с вами должны как-то четко определять. Алексей, несомненно, подпадает под категорию самозанятого, потому что он качественно меняет потребительские свойства сырья, и на выходе получается совершенно другой новый продукт. Мы, к сожалению, сталкиваемся уже с тем, что предприниматели, а предприниматель, ну, уже такой человек, он же во всем всегда ищет какую-то возможность, и он говорит, слушайте, а давайте я вот куплю стол в Икеа, я же его сам собрал, значит, это вполне себе годится. Нет, дорогой мой друг, это не годится. Ты можешь предоставить услугу по сборке, окей, хорошо, но продавать чужую продукцию под видом своей нельзя, потому что режим самозанятых еще раз ориентирован на тех, кто производит своими руками собственную продукцию. В этом смысл. Перепродажа какая бы то ни было невозможна. То же самое касается, кстати говоря, и курьерских функций. И, несомненно, мы должны противостоять стремлению некоторых работодателей перевести своих сотрудников на режим самозанятых, для того, чтобы избавиться от отчислений в страховые фонды на сотрудников. Понятно, что для субъектов предпринимательства это значительная экономия, но это, несомненно, нарушение законодательства само по себе. И самое главное, это ущемление прав самих сотрудников. Нельзя ни в коем случае, даже если они на 3 копейки денег будут зарабатывать больше в качестве якобы самозанятых, но работающих все равно на эту головную компанию, они теряют все равно историю с пенсионным обеспечением. По медицинскому страхованию из того налога, который оплачивается самозанятыми отчислений, идут в пенсионный фонд, если человек хочет получать пенсию и при этом всю жизнь работать в качестве самозанятого, уйти-то можно. Вопрос в размере получаемых средств. И, соответственно, если есть желание только в качестве самозанятого работать и по достижении пенсионного возраста получать достойную пенсию, необходимо будет дополнительно еще и в пенсионный фонд делать взносы. Но для людей, которые взносы делают в пенсионный фонд по основному месту работы, именно с учетом того, что таких, наверное, все-таки будет большинство, требований по обязательным платежам в пенсионный фонд нет. Но мы должны следить за тем, чтобы работодатели не спихивали людей из штата в самозанятые, не минимизировали таким образом свои налоговые платежи. Важная история. Ну, важно, да, только, конечно, представляю, как можно спихнуть, допустим, если они там что-то делают, я не знаю. Не знаю, если человек работает на швейной фабрике, что типа, он сам этот костюм дома шьет? Под каким соусом он шьет? По-всякому бывает. И, в общем, далеко не всегда люди заморачиваются насчет того, чтобы это выглядело правдоподобно. Они говорят, вот документ есть, есть, все, отвалите. Но при этом все шито белыми нитками, и контролирующие органы эту историю видят и, естественно, не запустят. То есть, да, и важный момент, те, кто стоит на рынке, это никакие не самозанятые. Если они продают редисочку, выращенную на своем участочке, то это вполне себе самозанятые. А если он у нас продает авокадо, это вряд ли. Это из разряда знаменитых белорусских креветок, да, вот, ну, по Станиславскому не верю, коллеги, не верю. Тут скорее перепродажи всякого Алиэкспресса. То, что вот купил, я часто на ярмарках вижу таких торговцев, которые приезжают. На Алиэкспрессе даже русские сувениры, там, огромное количество любые, там, все, что хочешь, можно заказать, купить, ничего самостоятельного. Это прям боль у меня. Как у человека, который делает своими руками, когда приезжают люди и продают какое-то китайское фуфло, и тем самым показывают, что вот у нас здесь на любую ярмарку в любом городе приедет один и тот же набор сувениров. И нам, конечно, с ними очень сложно конкурировать, теми, кто что-то сами делает своими руками, поэтому... — Кстати, очень не хватает вас, например, в районе Селигера, в районе Нилы-Слабенской пустыни, приехали с семьей, захотели приобрести какой-то вот исконный сувенир, и столкнулись с рядом из, там, наверное, штук 30 палаток с совершенно идентичным набором массового ширпотреба. Ничего, сколько-нибудь интересного, к сожалению, найти не удалось. Вот, кстати, ниша для предпринимателей. — Возможно. — Надо думать. — А, Михаил, опять-таки, вот как раз Селигера, если человек ловит рыбку в Селигере, он может быть самозанятым и продает ее, естественно? — Полагаю, что да. — Примерно? — Да, для меня вопрос новый, но я какого-то противоречия здесь... — Насколько я помню, ограничение на вылов рыбы. — Вот, вот, правда, регистрироваться. — Надо посмотреть это все. Вот там нельзя добывать полезные ископаемые, может быть, здесь есть какая-то параллель. Вот, давайте я возьму в качестве домашнего задания. — Ведь многие, кто у нас этим, особенно, да, в таких туристических местах, а это для них бизнес. — Окей. — Рыба, грибы. — Давайте до ближайшего выпуска новостей потом, согласно. — Морожка, черник, они что же, и это... Вот как это, что считают, спекуляция или нет, или человек... — Нет, ну, подождите, спекуляция — это когда купил за недорого, продал за дороже, да, это уж точно совершенно не спекуляция, а возможность перепродажи выловленной рыбы или дикоросов, да, соответственно, давайте мы сейчас вот очень оперативно выйдем из эфира и узнаем, и в ближайший выпуск новостей дадим горячую новость. — Те же самые бабушки, которые, по крайней мере, как уверяют, что выращенные огурцы на, собственно, грядках продают тоже. — Вот это что? — Вот это вполне себе. — То есть они, ну, бабушки, а может, не бабушки, может, просто человек наших лет, допустим, мало ли тоже решит, как бизнес. То есть домашние огурцы, условно говоря. — Ну, если это домашние огурцы... — Ну, своих там 6 или скольки, там, 12 сотках, допустим, если он... — Без проблем. — То есть такие люди вполне имеют право. — Кто делает тоже, опять-таки, если говорим, его сантехниками человек работает. — Да, он предоставляет индивидуально услуги по обслуживанию сантехнических либо иных каких-то устройств. Вполне. Он настройщик пианино, например. — К примеру. — Пожалуйста. Он индивидуально сам по себе оказывает услуги либо производит продукцию. — Обои клеит. — Обои клеит. — Тоже. — В частности, да. Ну, если это при этом бригадир, у которого 15 человек и все сплошь самозанятые, вот здесь мы как раз будем видеть ту самую историю, когда работодатель пытается минимизировать свои расходы. — А как это кажется мне интересно? — По счастью, центр «Мой бизнес» занимается поддержкой малого и среднего предпринимательства, а не доказательством его вины. Так что я предоставлю возможность ответить на этот вопрос с коллегам из контролирующих органов, но по практике общения с ними уверен, что ответ на этот вопрос у них есть. — Человек, который зарабатывает извозом? — Извозом? — Тоже ведь очень много. — Протокси. — Протокси. — Протокси. — Да. — В данном случае является как бы наемным сотрудником организации, которая заказывает данные курьерские функции. И опять-таки для того, чтобы не вызвать… — То есть, если организация наняла оказать функции поклейки обоев, это… — Вот смотрите, мы рискуем… Курьеров много. Если мы сейчас их всех выпихнем за штат и сделаем в качестве самозанятых, мы столкнемся с неприятной историей. Поэтому люди останутся по факту без основной своей работы, без перечисления… — Вот у Марии нет основной работы, человек не горюет, она ногти делает, а кто-то курьером будет… — Хорошо. А если бы она работала в салоне и получала бы, предположим, ту же самую заработную плату, а сверх того еще работодатель платил бы страховые взносы в соцстрах, в пенсионный фонд, в фонд медицинского страхования, а потом раз и сказал, Маша, давай-ка ты ногти крась… — Сама. — Типа сама, будешь получать те же самые деньги, а мы за тебя фонды платить зарплату не будем. — Мария, согласились с твой вариант? — Ну, очень заманчиво. — А вы начинали не в салоне? — Начинала в салоне, конечно. — Я знаю, потому что многие начинают в салоне, а потом в свободное плавание, научатся. — Ну да, это нормально совершенно. — Просто я к чему? Я сразу хочу определить пул людей, которые могут стать самозанятыми, потому что люди подрабатывают много. в каких специальностях, но то же самое с шоферами работают. Это ведь много, на самом деле, кто этим зарабатывает. — А давайте мы с вами вот как поступим. У нас с вами бесчисленное количество конкретных ситуаций, когда нужно определиться, подходит данный налоговый режим, либо не подходит. Ответ у меня очень простой. мойбизнес69.rf — это наш сайт, где есть специальный раздел про самозанятых. И самое главное — телефон горячей линии. 8 800 200 ровно 11 69. Вы звоните и говорите. Флорист, например. — Да, к примеру. Дизайнер квартиры тоже самое. — Дизайнер квартиры. — Ну вообще кто дизайнер тоже. — Сейчас каких только профессий. — Стилисты, профессии. — Продвижения в соцсетях. — Точно да. Точно да. Соответственно, вы называете, звоните на 8 800 200 ровно 11 69, говорите о том, что вопрос по самозанятым, называете специальность, и наши консультанты, я в том числе уже с прямой ответственностью за то, что мы говорим, дадим вам финальную консультацию. Да, либо нет. Мы в сложных ситуациях посоветуемся с управлением Федеральной налоговой службы, они всегда на связи. Почитаем нормативные акты и не будем уже гадать и полагаться на память. Это важный момент. — Да, это важный момент, потому что сейчас действительно люди очень многие уходят самостоятельно плавнее и зарабатывают много чем. Начиная от тех же самых торта или репетиторства и заканчивая такими услугами, которые непонятно к чему отнести. Я говорю, к примеру, стилисты по одежде подбирают, оказывается, услуги подбору стильного гардероба. Вот что это, самозанятые или как вроде? То есть, казалось бы, оперировать покупными вещами, казалось бы, да? — Ну, опять-таки, если мы будем с вами изучать закон, который данный налоговый режим устанавливает, там нет перечня видов деятельности, которые можно осуществлять. Там есть критерии определенные и есть перечень ограничений, что нельзя перепродавать чужую продукцию, нельзя производить, перепродавать подоксизные товары, нельзя то, то, то и то. И, соответственно, то, что прямо не запрещено, то разрешено. Вот мы, соответственно, это все вместе изучим. — Ну, самое главное, что, дорогие телезрители, вот если вы занимаетесь каким-то бизнесом, да, Михаил хорошо сказал, если какие-то у вас непонятки, что называть, если вы не знаете, можно вам, нельзя, если вы не уверены в вашем бизнесе, подходит он, не подходит, вот обращайтесь, Михаил, еще раз, в сайт. — Мойбизнес69.РФ «Кириллицы» без пробелов и телефон горячей линии 8 800 200 ровно 11 69. — И вам там окажется профессиональная консультация, то есть люди, которые, что называется, отвечают за свои слова, которые на прямой связи работают с налоговой инспекцией нашей, то есть, соответственно, они всегда вам точно смогут сказать, подходит ваш бизнес, чтобы потом у вас не было каких-то проблем вдруг. — Главное, если возникнут какие-то системные предложения, мы их все соберем, оформим, направим в Министерство экономического развития Тверской области, Российской Федерации по подведомственности, будем продвигать интересы. — Скажите, 40 секунд много у вас ваших коллег, которые воспользовались? — У меня нет. — А что, выжидают? — Видимо, что-то ждут. Посмотреть, как у других пошло. — Алексей, а у вас? — У меня немного. У меня один товарищ тоже зарегистрировался, он, правда, в Москве живет и уже давно зарегистрируется. Я, скорее, смотрел за ним, за его опытом. Остальные пока выжидают. — Выжидают тоже. — Не понятно. — Ну что ж, Михаил, будем надеяться, что после нашего эфира выжидающих все-таки станет поменьше. Еще раз, если что непонятно, обращающий центр Мобинса — это проспект Победы, всем известное здание бывшей швейной фабрики. Так что вас там проконсультируют. Все-таки это очень важный момент — работать в белую. Это действительно очень важно, особенно если берете кредит и прочие-прочие истории. Это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о том, как наши самозанятые стали регистрироваться, официально уже получать статус по итогам первого месяца работы вот этого облегченного режима. Получение статуса самозанятого, который теперь по всей стране. Ну что ж, так что обращайтесь, звоните Михаилу и его подчиненным. Это была программа «Тема дня». Успехов вашему бизнесу, процветания. А вам, дорогие гости, спасибо большое, что пришли. Спасибо. 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 Спасибо.